Запись идет. Сергей, у меня главный вопрос. Как вы оцениваете ситуацию в Украине, вокруг Украины и самые главные перспективы развития этой ситуации? Да. И они вступили в бой. Посмотрите, как это сдвинуло сразу линию фронта. И вот была надежда, что эта война не может длиться долго, но полгода. Ну хорошо, ну год. Да нет, выясняется, что и полтора, и два. Когда она только началась, то несколько людей, точку зрения которых не принято принимать во внимание ошибочно, тем не менее дали свой прогноз, когда же эта война закончится. Она закончится в 27-м. Им тогда никто не поверил. Все сказали, это война до три дня. Какой 27-й? А теперь понимают, что, наверное, они тоже были по-своему правы. И вот ощущения целого года, впечатления, а также фактура говорят о том, что у этой трагедии впереди еще очень много серий. И война не заканчивается. Не то чтобы паритет установился, но обе стороны не могут. Вот. Это не от бессилия, но так или иначе ситуация, когда изменить, переломить или хотя бы навязать не получается. И поэтому, если говорить о каких-то ощущениях от войны, то эта война, она бесконечная. Она как ужас не заканчивается. И с утра проснувшись, ты не можешь вместе с одеялом смахнув ее как-то попытаться оказаться в другой действительности. Обычно ведь у ребенка это всегда под одеяло спрятался, и все чудовища остались снаружи, а утром проснулся, и новый день. И даже если тебе нужно в школу, то хотя бы какое-то время ты еще целый час, может быть, один на один с собой, а без школьной учительницы. И перспективы есть. Вот украинская война, она настолько ужасна, она до такой степени не имеет, в общем-то, никаких предпосылок к изменению. Что она может войти в историю. Мы в свое время в учебнике истории читали и изумлялись. Как это может быть? Столетняя война. Двадцатилетняя война. Не может быть, чтобы войны длились так долго. Пожалуй, может быть. И вот от ощущения, что война трехдневная и точно сейчас чем-то закончится, с переходом на впечатление, да нет, она, пожалуй, подольше. Теперь уже есть основания полагать, что мы вышли в другую реальность. Что эта война может оказаться еще дольше, чем, в принципе, мы готовы пессимистично предполагать. Сергей, насколько я знаю, предположение о двадцать седьмом годе, я просто не слышал. Главные эксперты, которых критиковали за длительную войну, там Боровой, Лорионов, многие другие говорили о том, что война продлится до тех пор, пока в Соединенных Штатах во главе офиса президента находятся демократы. В двадцать пятом году с возвращением республиканцев эта война закончится. Ну, я слышал только это, про двадцать седьмой год это что-то, так сказать, новое. Основная причина того, что происходит сегодня, отсутствие оружия Украины, отсутствие боеприпасов, отсутствие достаточного финансирования и, с другой стороны, безумное финансирование на уровне триллиона долларов в год вот путинского режима. По-моему, это основные причины, и они прекратятся или начнут сокращаться, изменяться 1 января двадцать пятого года, когда Джо Байден оставит свой кабинет. Ну, вы как математик пытаетесь высчитать и при этом апеллируя фактами и аргументами, поэтому у вашей позиции просто очень много оснований, она аргументированная. Те, кто называл двадцать седьмой год, исходили совершенно из других предпосылок, ведь есть же, знаете, как целая социология, целая наука, построена не только на прямых доказательствах, но и на интерпретации, а также на домыслах. Социология, она может не точно сказать, но, тем не менее, не объясняя, как прийти к правильному выводу, который, как потом выяснится, был абсолютной и единственной истиной. Но поначалу казалось фантастическим. Социология, которая вроде бы достаточно точный инструмент, на самом деле не всегда точна. И в социологии, в том числе, есть такая отдельная отрасль, которая называется отрасль исследования, такое направление, называется контент-анализ, когда, предположим, берется абсолютно ложная посылка, но есть возможность так или иначе проанализировать и с чем-то сравнить. И анализируя пять-десять ложных предпосылок или ложных вариантов, ложных версий, можно так или иначе определить, что они, во-первых, ложные, а во-вторых, понять, в какой стороне истина. Вот по этому же принципу строится методика допроса, когда тебя спрашивают об одном и том же и сопоставляют твои ответы. Что ты ответил неделю тому назад, что ты ответил в понедельник, и что ты отвечаешь сегодня. В социологии, конечно, нет четкого инструмента, и социология не указывала на 27-й год. Но те люди, у которых есть эта точка зрения, и которых я внимательно дослушал до конца, были свои аргументы, объясняющие 27-й год. Было бы здорово, если бы они ошиблись. Было бы здорово, если бы был именно ваш абсолютно прагматичный подход, когда, понятно, есть причина, и эта причина наконец-то будет устранена с того момента, и начнется изменение на фронте, которое закончится окончанием войны. Хорошо бы, чтобы так было. Как вы видите сегодня ситуацию в самой России, насколько вы наблюдаете какие-то качественные изменения внутри России и политические, и экономические? Скоро российский народ будет выбирать себе президента почти как у Леца. Знаете, это... А, нет, это не у Леца, это где-то еще, что самые первые демократические выборы, это когда Адам выбирал себе жену. Вот, значит, как вы относитесь к ситуации в России, как вы ее видите? И перспективы тоже. Выборы слишком громко сказаны, хотя такая игрушка власти есть, и в нее обязательно сыграют, и понятно, что уже выиграли, и даже можно посчитать рейтинг. Он, конечно, еще не объявлен, но он уже угадан, и эти цифры тоже звучали. Там 80% проголосовали за, и, в общем, мы рукоплещем в выбору этого народа, хотя мы знаем, что Путина ни разу не выбирали, и выборов никаких никогда не было за отчетный период, и тем не менее, да, действительно, народ вместе с ним. В России, в общем-то, не сложилось то, что называется словом «общество». Это очень разнонаправленное существование людей, которым плевать на соседа, и уж тем более на власть. И когда мы с вами пытаемся как-то замерить вот эту среднюю температуру по больнице, то одно дело Московское княжество и более-менее просвещенные, продвинутые люди, и другое дело вся остальная страна, которая иногда переспрашивает друг друга, как в том старом анекдоте, когда стоят два грузина на горе, и говорят, слушай, а что там за заварушка в 17-м году, не помнишь, чем кончилось? И россиян в этом отношении очень инертный, очень стабильный. Те люди, которые были нищими, голодными, несчастными, они не интересовались политикой, они остались в своем статусе. Сызрань – это город, который не узнает про Третью мировую войну, потому что пейзаж-то за окном не сильно изменится после прямого попадания в нее ядерной боеголовки. И одно дело Москва, а при этом вся остальная страна, и мы помним эту статистику о том, что 84% населения не имело загранпаспортов за ненадобность. А куда ездить-то? В нашем колхозе так хорошо. Поэтому те люди, которые жили по принципу «нам бы день простоять до ночи продержаться», они останутся в этом состоянии, выборы или нет, война или нет, в их биографии ничего не меняется. У них задача протянуть как-то вот до какого-то момента, который никогда не наступает, но считается светлым. Другое дело, все те люди, которые как раз и занимаются вопросом, пытаются найти ответ на вопрос «что делать?». Вопрос был сформулирован Чернышевским Николаем Гавриловичем, когда он сидел в тюрьме в 1862 году. Ответа по сию пору нет. Задается этот вопрос регулярно. И вот задавая этот вопрос, можно увидеть другую страну. Не такую инертную, не такую безразличную. И главное, что произошло за последнее время, даже больше, чем за год, хотя нам вроде бы полагается подвести итоги целого года и сказать, что вот 23-й, 24-й рубеж. Да, за последний год, хотя на самом деле за последние полтора, в стране стало страшнее. Почувствовать это могут немногие, не всем дано, но страшнее. Потому что за слова, потому что через плечо твое в метро кто-то смотришь, что ты читаешь в телефоне, и за это можно срок, или, по крайней мере, на нары, административку на какое-то время. Страшнее стало. А в остальном, особенно Москва, картинка Москвы, она во все времена при социализме еще была главной потемкинской деревни, которая на обеспечении по прямому совершенно каналу. Колбаса только в Москве, мясо только в Москве, автомобили в Москве, асфальт в Москве, и все остальное в Москве. С тех пор, сделав оборот, Россия вернулась именно к этому статусу, и Москва является собой картину прежней, мирной, респектабельной жизни. И Евгения Гинзбург в крутом маршруте, когда после суда ей дали 10 лет тюремного заключения, она ехала в какой-то собачьей конуре, она как раз в своих дневниках это написала. Говорит, а мимо вот машины проезжали. Я помню, когда я была на воле, я смотрел, ну какие-то грузовики, едут что-то к фургону, я не знала, что это. Оказавшись внутри, я поняла. И Москва в этом отношении прекрасно. Сыто, хорошо, готовится к Новому году, а мимо уже кого-то повезли на эшафот. Но в городе это не чувствуется. Хотя страх в людях есть, но мало ли чего мы боимся. Когда-то вот боялись ковида, до этого боялись еще каких-то других водных. И Москва, она как раз утешает всю страну, как Арестович. Смотрите, как стабильно, смотрите, как хорошо. Хотя, конечно, это полное вранье. Но люди не находятся в том состоянии, когда они готовы куда-то бежать, уже для этого ни сил, ни причин, предпринимать какие-то шаги, обдумывать свой выбор, пойду я на выборы, например, проголосую или не проголосую. Ничего в этом отношении не меняется. Просто те, кто перепугался всерьез, они сжались и замолчали. Те, кто не перепугался, ну, видимо, когда-то к этой стадии придут. В 37-м году, в конце концов, все все понимали, но не все тоже дрожали. И не было стопроцентной депрессии. Были еще те, кто пытался Новый год отметить, съездить, отдохнуть куда-нибудь, машину купить. Хотя машины в те времена не особо продавались. Хотя продавались. И поэтому не будет единой картины. Пока в одной деревне доедают без соли последнюю краюку хлеба, в той же самой столице, 15-й айфон в качестве новогоднего подарка рассматривается вполне обоснованно. Почему бы не купить? Да потому что он продается. Кстати, несмотря на санкции. Но, в общем, то, о чем говорил Дмитрий Быков, душно в стране, стало еще более душно. Кому-то еще более страшно. Но есть толстокожие, которые делают вид, что их это не касается. А как вы оцениваете будущее России? Насколько вам кажется, вот этот процесс, который называется дезинтеграция России, вероятен и желателен для России как лекарство фактически против империализма, против агрессивного милитаризма? А будущее – это сколько лет? Это 5, 15 или 100? Потому что за 5 изменится много чего, за 100 – ничего. То есть, через 100 лет в России будет то же самое. Вы считаете дезинтеграцию полезным процессом, дезинтеграцию России, автономизации регионов, то есть, фактически то, что мы записали в Конституции 1993 года, федеративное или даже конфедеративное устройство России. Вы считаете, что это полезно или необходимо бороться за единую Россию, за консолидированную Россию, а не конфедеративную? Как вы ощущаете? Жить своим умом в пределах непосредственно своей обозреваемой территории плоховато, но получалось только у князей до монгольского периода Руси. Вот тогда, пожалуй, как-то, наверное, некая автономия существовала. А дальше никак. И Россия всегда жила скопом, большой толпой, под князьями и, соответственно, великими князьями, а также царем. Поэтому все попытки последних, ну, по крайней мере, известных нам 100 лет, которые хорошо описаны, проанализированы и на полочке стоят в виде учебника истории, показывают, что никак у России не получается сценарий, чтобы в одном углу тайком взяли и построили хорошую жизнь где-нибудь за спиной у столицы. Столицы этого не допустят. И декларировать, конечно, можно все, что угодно. И надеяться можно, и даже в документах написать. И мы помним, что Запад всегда ставил в вину великому русскому народу, что они напрасно выбрали себе Сталина. Но так уж и быть, у вас же демократичные выборы. Вы выбрали себе Сталина, значит, мы им довольны. И мы читали вашу Конституцию. У вас прекрасная Конституция. У вас в Советском Союзе великолепная жизнь на основе той самой бумажки, которую мы прочитали. Поэтому написать, конечно, можно всегда прекрасные слова. Но мы знаем, что Россия всегда управляется из одного большого города. Иногда этот город проотпереезжает с места на место, то Москва, то Санкт-Петербург. Россия всегда до самых до окраин не может доораться. В Петропавловске, в Камчатском полночь, как мы помним, и такой бардак по всей стране. Потому что пока в Москве встали, там уже спать легли. Но Россия никогда не в состоянии жить по принципу тех же самых Соединенных Штатов Америки, когда каждый штат все-таки маленькое, но государство. И если мы говорим о будущем России в исторической перспективе больше, чем пять лет, там, двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят и сто, то, конечно же, это будет все та же империя, управляемая императором из Москвы. Называться может как угодно и императором, и генеральным секретарем проходили уже. Поэтому здесь как раз загадок нет. Если мы хотим узнать, что будет у России завтра, нужно посмотреть, что было вчера. Открыть того же самого Ключевского, ну или в конце концов какой-нибудь Веллера, описавшего гражданскую войну, тоже очень неплохо. Парить с другим соавтором. Вот все то же самое и будет. Поэтому впереди у России, конечно же, дележка, в том числе кровавая, и опять-таки вертикаль, когда в Москве ясно как, а все остальные обязаны подчиниться. Ну и население, которое охотно примет эту форму, потому что своим умом последние триста лет, ну некоторые пытались, конечно, жить, баллы, у кого это удавалось, получалось, приводило к какому-то результату, иногда это на эшафоте финализировалось, иногда за границей в качестве иммигранта. Остальные оставались и ждали, когда пришлют следующего начальника, неважно, кто он будет, комиссаром, урядником, царем или генсеком. Следующего дайте, это нам не подходит. Но если надо, мы за него проголосуем. Сергей, ну это не совпадает с реальностью, то, что вы говорите. Совсем недавно, 30 лет назад, существовал Советский Союз, империя, которая в 91-м году распалась и образовалась по трещинам, так сказать, этого самого Советского Союза, по национальным республикам, образовалось много новых государств. Произошла дезинтеграция. Она не была полной, и мы видим это на примере Чеченской республики, Татарстана, но этот процесс продолжается. Очень странно, что вы его не видите. процесс дезинтеграции, обсуждения во всяком случае возможности возникновения новых независимых государств. Я хочу понять, насколько вы оцениваете этот процесс опасным или полезным для России? Чечня, являющаяся одним из символов дезинтеграции, самостоятельности и государственности, вполне возможно сильно изменят формат, когда не будет одного конкретного смотрящего сверху. И тогда выяснится, что не так она самостоятельна и не столь много ей позволено. Но на сегодняшний день под протекторатом великого князя из Москвы некоторым удельным князьям позволено кому-то свой флажок нарисовать, кому-то назваться каким-нибудь интересным словом радующим самолюбие. Но это все игры не в регионах, по крайней мере, как я их вижу. Это игра из Москвы. Вот Татарстану, например, с Минихановым, ему позволено осваивать спутники Юпитера на 491 триллион рублей, которых, конечно же, нет. Но Костин чуть больше 50 миллиардов рублей из банка ВТБ ему на это дал. Это не потому, что Костин самостоятельный, и не потому, что Миниханов практически президент республики, а потому, что барин из Москвы сказал, ну ладно, пусть тешится. А когда барина из Москвы не будет, тогда, скорее всего, никто и не полетит, ни на какой-нибудь спутник Юпитера, а так могут полететь, могут прям вот без скафандров взять и рвануть. Туда все будет, что пообещали. Барин из Москвы Горбачев безусловно возражал против автономизации республик, возникновения новых государств, но его не очень спрашивали. Понимаете, вы как-то вот этот исторический процесс очень странным образом видите, как вы говорите, социологически, эмоционально, не математически, но это объективный процесс, дезинтеграция огромной империи, которой невозможно было управлять эффективно. Она произошла в девяносто первом году. Сегодня многие регионы заявляют о возможности независимого развития. Не только Татарстан, недавно было совещание в европейском, в одной из комиссий Европейского Союза, где присутствовали представители почти всех национальных образований России, и они говорили о самостоятельности, о независимости, о культурной независимости, экономической и политической. Но не видеть этого процесса было бы странно. Меня интересует, я должен повторить вопрос, насколько это полезно для России, с вашей точки зрения. Вот этот процесс, который идет вне зависимости от желания нашего с вами или даже князя всея Руси, этот процесс идет объективно. развалиться на куски давно пора и было бы конечно полезно. Смогут или нет второй вопрос, но попытаться и после этого как-то хоть что-то создать уже давно пора попробовать, уже лет сто как пора попробовать. А период 91-го года так он уже закончился, в 91-м году не удержали и было кому оторвать свой кусок. Ну, страны Балтии, например, прекрасный совершенно этот исторический шанс во-первых выстроили, во-вторых воспользовались, потому что они-то начали до Беловеческих соглашений, до 91-го года, страны Балтии начали в 89-м уходить, но в ответ на это танки пришли и рижский ОМОН, который по сию пору и Ригу в том числе помнит, и Вильнюсскую телебашню по сию пору тоже помнит. Это потому что уйти-то хотелось, до Москва было против и тем не менее ушли. А также, и Украина, и Молдова, ну, и Закавказье, да, и восточные наши тоже бывшие сателлиты тоже ушли и по сию пору что-то строят. А все остальные не ушли. И Чечню не отпустили, и там какую-нибудь Башкирию с Татарией, даже если бы один вдруг захотели. Они, конечно, могут на каждом совещании рассказывать, что они хотят, потому что в таком случае ты, может быть, даже не генсек, а Раис, ну, вот как тот же самый Мениханов, у него такое красивое прозвище, он Раис. Он Раисствует на своей Раисии и, наверное, как-то автономизируется, хотя не очень заметно и не очень понятно, как, чьи деньги, хочется спросить. И одно дело все эти игрушечные бутафорские потуги, а другое дело реальные перспективы и как Бжезинский и предрекал Россия развалится. Он, правда, не подразумевал, что это будет такое дробленое деление, но он все-таки на четыре серьезные республики делил точно, предположив, что есть шанс исторического развала, и хотя бы на четыре части это уже было бы очень интересно, потому что пора превращаться не в отсталую провинцию где-нибудь под названием Дальний Восток, а в Дальневосточную республику собственной экономикой, собственной политикой, собственными финансами и, вполне возможно, со своим собственным шансом на приличную жизнь. Ну, так же, как там Бжезинский, например, отдельно Сибирь выделял, центральный округ, южные регионы. Такое деление было довольно четкое как раз по границам союзных республик. Возможно, что даже больше, потому что в России, конечно, наплодили губерний предостаточно, на сегодняшний день, я так понимаю, 90 уже с завоеванными территориями, отхапанными у Украины, и перспективы развала всегда остаются. Если они попробуют, это будет очень правильно. Насколько по-вашему вот этот фактор Украины является определяющим фактором вот этой будущей дезинтеграции? Потому что понятно, что Путин играет очень опасную игру. Проигрыш, радикальный проигрыш, и это с этим согласны просто все эксперты, приведет к его отстранению от власти. Именно поэтому, скажем, нынешняя администрация американская очень опасается этого процесса и делает все возможное, чтобы Путин не проиграл эту войну катастрофически. Насколько тем не менее вот актуальные процессы, которые происходят в войне и вокруг нее чреваты ну вот началом восстания, что ли, началом дезинтеграционного процесса самой России? Эта война, как мне видится, не война России с Украиной, это война Путина с Украиной. И, конечно же, Путин настроен только на победу, это его любимая игрушка, в эту игрушку он готов играть годами, ему абсолютно без разницы, сколько людей погибнет, потому что некоторые за игры, ну, в казино, например, платят деньгами, а некоторые в таком же кровавом казино под названием война платят людьми. Ну, там, 300 тысяч человек, ну, подумаешь, плата, ну, да, ставка такая, ничего страшного. Россия не обеднеет бабновых, нарожает много еще народов. И поэтому, что называется, война войной, а жизнь России сама по себе. И когда Путин выиграет войну или проиграет войну, вот там где-то внутри страны ничего не изменится, потому что оно и сейчас не меняется от того, что есть война и от того, что погибают и от того, что все ресурсы уходят туда и экономика вот-вот надорвется, в условной деревне Ивановки не поменялось ничего. Как почты не было, так и нет, как амбулаторий 15 лет назад закрыли, так и закрыли. Как в Распутицу не вылезешь даже на центральную усадьбу колхоза, потому что лошадь обезножила, а ни на чем другом не доедешь, поэтому синим без хлеба лапсосем. И в этой конфигурации, неважно, кто-то у кого-то что-то выиграл, в хоккей ли, в войну ли, абсолютно ничего в жизни не меняется. Но то, что наверху будет серьезная разборка и проигрыш Путина, конечно, будет иметь политические последствия лично для него, для его окружения и для всего того, что у нас там где-то наверху в России занимается политикой, это да. А потом уже рикошетом прилетит на всю страну. Не напрямую. То есть страну всегда поставят перед фактом. Страна, ты проиграла войну. Или наоборот, страна, ты выиграла войну. Или вот страна, у тебя закончились деньги. Или страна, наоборот, ты обогатилась. Страну поставят, скажут, вот теперь вот так. Страна согласится. А то, что разборка, конечно, и то, что у Путина свое политическое игрище на внешнем и на внутреннем фронтах, да, естественно. Это разные игры. Для него важно победить. Победить у него сейчас шансов нет. Как бы не помощь Запада, конечно, бы давно проиграл. Ну, может быть, не так, чтобы очевидно совсем был разбит, но сдавал бы позиции более заметно. И там конца краю как раз не видно, потому что это никак не связано с тем, умерла под ним страна или не умерла. Вот Россия. Россия так или иначе как-то при смерти, но она все равно из последних сил и танк доделывает, и снаряд дотачивает, и порох приготовляет, и как-то все это пакует и тихонечко отправляет на фронт. Плюс изредка прибегают в деревню и говорят, а кто подзаработать хочет? Тут есть контрактик небольшой, быстренько, тысяч за 200 рублей, есть шанс в Украине так помахать штыком. Давайте. Раньше мужики уходили из деревни на шабашку, то лес валить, то москалям дачи строить, сейчас они уезжают повоевать. Деньги те же. Результат бывает такой, что из шабашки они всегда возвращались, но правда с войны возвращаются еще меньше. И в этом отношении неважно, что позвало мужика в дорогу, какой заработок. военный, патриотичный, вопли в телевизоре о том, что все для фронта, все для победы, на нас напали и мы должны сплотиться. Да не то же он, никому ничего сплачивается, ему есть нечего. Поэтому он пошел, вчера он ставил забор, сейчас он минирует поле. Иногда бывает, что даже результативно возвращается домой. И это разные процессы, разные события. Игра Путина, умерщвление страны в результате игры Путина и отношение людей к этому, которые никогда не соотносят и не сопоставляют и не делают выводов. Потому что война это в телевизоре, а вот то, что у него в деревне электричества нет и больше никогда не будет, для него с войной это никак не связано. Последняя тема, Сергей, большая, но у нас еще есть минут 15-20. Оппозиция. Я недавно разработал такой классификатор, ну на самом деле просто критерии, перечень критериев для квалификации разных людей из оппозиции и из иммиграции, значит, так же, как в начале 20-го века роль оппозиции начинает играть просто иммиграция. Вот, как вы видите российскую оппозицию, что там живое, что неживое, как вы ее квалифицируете? Это очень верная формулировка, вы абсолютно правы, сказав, что иммиграция теперь становится оппозицией, выполняя ее роль. Идейных оппозиционеров всегда меньше, чем иммигрантов. Иммигранты так или иначе довольно часто оказываются активными людьми и чем-то они себя развлекают, но в целом, опять-таки, из учебника истории оппозиция в России бывала еще и не такая. она никогда ни разу не была результативной. Великий Русский Собор, Русский Общевоинский Союз, огромное количество бело-мигрантских, военных, гражданских организаций, ну, толку никакого. Как клуб по интересам? Да, конечно. Как способность что-то изменить? Слабенько. Повлиять? Не особо. Хотя сейчас, конечно, решатся больше. Я с вами не могу согласиться. У нас с вами есть период оттепели, возникновения диссидентов, значит, совершенно очевидно оппозиционное движение после Сталинска. У нас с вами есть 91-й год, в конце концов, когда Россия на очень короткий период стала демократическим государством или, может быть, даже изображала себя демократическое государство. Очень упрощает ситуацию, говорит, что ничего не было, всегда были князья-царьки, ну, это слишком сильное упрощение. Оппозиция всегда была. Вот эту формулировку скорее я поддерживаю, потому что, ну, так оно и было. Она была даже в самые темные времена, даже при Иване Грозном. Понимаете, оппозиционеры, которые открыто заявляли, ну, в эмиграции в основном, конечно, открыто заявляли свои позиции против власти. То есть, не надо с плеча так, тем более, что вы в эмиграции и очень близки к этим оппозиционным движениям. При том, что эти люди имели возможность наконец-то слазить, выговориться, повлиять они не могли ни на что. Ну, операция Трест НКВДшная один раз помогла им как-то попытаться на что-то повлиять, но это было не особо результативно. Достойных людей Россия всегда торгала, и за рубежом их было в огромных количествах, они были блистательны, многие из них были хорошими писателями, были стратеги, политики, были военные. Сергей, я извиняюсь, операция Трест это операция ВЧК УГПУ, это операция, которая должна была разрушить оппозицию, и довольно эффективно действовала, там и Рейли захватили, и Савенкова, и Савенкова, и довольно эффективно, но это происходило именно потому, что оппозиция была, существовала, жива была. Я сегодня прослушиваю, знаете, записи здесь в Гуверском университете остались, интервью с руководителями, так сказать, оппозиции, миграции, они так точно, так верно все оценивали, понимаете, ну, просто восхищаешься, и эффективность ОГПУ ВЧК была действительно очень высокая, вот, так же, как и сейчас, понимаете, если вы не видите это, я вам просто могу начать загибать пальцы, там, скажем, эти навальнистые, которые сейчас говорят о коррупции при производстве ракет, которые падают на голову украинцев, которые понимают и обсуждают тему дорогущих яхт, которыми пользуется Путин и его окружение, то есть, там, Буча, это не так важно, а вот яхты, творцы, там, коррупция при производстве ракет, это важно, то же самое происходит, понимаете, есть оппозиция, вот, мне хотелось бы услышать от вас квалификацию этой оппозиции, не общее рассуждение, а, что вы видите оппозиционного, живого в сегодняшней миграции, в сегодняшней России? По крайней мере, оппозиция видна, она есть, она и внутри России тоже существует, она во внешних пределах, в огромном количестве, и суть-то все равно от этого не меняется, уж какая была вооруженная оппозиция у белогвардейцев, и то войну проиграли, хотя попытались, у других такого инструмента нет, нет, квалифицировать, конечно, можно, и вам, как математику, скорее всего, это удастся блестяще, вы сможете за и против, и это будет очень интересно, но, тем не менее, несмотря на широкие мазки, оппозиция при всей своей разнице, от самых умных до не самых, от самых состоятельных, опять-таки, до других, от борющихся отдельно с яхтами, или борющихся с Бучей, результат у них какой? Результат пока не самый выдающийся. Мне кажется, результат очень эффективный. Вот эти большие разговоры, которые начались о квалификации Путина как военного преступника, режим российский как режим преступный, тенденции, связанные с автономизацией регионов, понимаете, это начало очень большого процесса, ну, очень похожего на то, что мы видели, скажем, в 88-89 году, перед распадом Советского Союза. Вот, мне кажется, что признаки, тенденции и действия вот этой эмиграции, ну, очень серьезные, самое главное, ведь эмиграция, то есть оппозиция, это не лидеры, не Гарри, не Михаил, Михаил Борисович Ходорковский, не Гарри Кимович, значит, да, Каспаров, а состояние общества, народа, мне кажется, мы присутствуем при просыпающемся народе. Вот это ситуация дифференциального, различного ощущения жизни в России, ну, даже это очень заметно. Я уж не говорю о миллионной эмиграции, так сказать, она значительно превосходит то, что было после революции в мире, где по оценкам где-то было не больше полутора миллионов эмигрантов. Вот, а сейчас эмиграция многочисленная и она действует, то есть идет дискуссия благодаря социальным сетям, идет очень эффективное воздействие на общество в России, ну, в той степени, в которой общество существует. И тем не менее, ГАГский уголовный суд, нельзя сказать, что это результат действия оппозиции и эмиграции, хотя подсказки, конечно, были выслужены. По-моему, Володя Карамурза, который сидит сегодня за разработку санкций, санкционного режима, данные, которые переводятся ГАГскому трибуналу, вот, это действия в основном оппозиции, в основном людей, которые рассматривают себя оппозиционерами Путину, украинцев и русских россиянцев, как принято говорить. Вот, как-то вы недооцениваете, вы один из ведущих оппозиционного канала, как вы, кстати, себя оцениваете в этом смысле, степень оппозиционности и эффективности? Я думаю, что моя эффективность очень невысока, несмотря на степень моей оппозиционности, то есть, при максимальной оппозиционности у меня все равно КПД меньше, чем у паровоза, у него было три процента, у меня, я думаю, еще меньше. Мне кажется, Михаил Борисович, его проекты, очень эффективные проекты, ну, действуют, производят сильное впечатление, укрепляют оппозицию, укрепляют взгляд такой, ну, на будущее демократическую Россию. Вам это не кажется? Они, конечно, очень сильно обнадеживают, и судя по количеству подписчиков на канале Ходорковский Лайф, который перевалил за полтора миллиона, понятно, что продукт очень востребован, многих он вдохновляет, многим он просто позволяет не опускать руки, это тоже немаловажно в нынешние тяжелые времена, и, конечно, эта платформа очень серьезный задел для и большого влияния, и больших последствий. В будущем это будет очень серьезный инструмент, который на многое сможет повлиять, но сейчас, как у любого интернет-проекта, что у канала Ходорковский Лайф, что у всех остальных очень интересных медиа, которые появились в последнее время на Ютубе, у них все-таки функция, когда они как лампочка горят, а повернут в их сторону голову и начнут ли при свете этой лампочки читать какую-нибудь революционную периодику, это как повезет, то есть лампочки вспыхнули очень интересные, очень разнообразные, и, к счастью, есть возможность постоянно видеть дискуссию, которая происходит, и огромное количество очень умных, образованных экспертов рассказывает о том, где и как выглядит правда, где, что неправда, и как нужно интерпретировать те или иные события, это хорошие подсказки, вопрос, долетают ли они до страны, в нашем кругу, конечно, они бесценны, потому что мы в этом варимся, и нам это очень важно, а вот там, условно говоря, на дистанции 100 километров от Москвы, а тем более 200 километров в Твери, или где-нибудь там в Улан-Удэ, ну или хотя бы в конце концов в Костроме, вот там совершенно другой пейзаж, и старания здесь очень интеллектуальных, очень образованных, очень достойных людей не отзываются убудительными мотивами или пониманием там, хорошо, если услышали, хорошо, если приняли во внимание главой кем-то. Сергей, я хочу поспорить с вашим пессимизмом, полтора миллиона подписчиков это открытые сторонники канала, его позиции это очень многое, безусловно, я не знаю, проводите в это исследование, нет, но сильно больше половины это подписчики внутри России, тех, кого это волнует, и меньшая часть это иммиграция, ну тоже этого достаточно, в тот момент, когда начнется переходной процесс, понадобятся эти люди с демократическими взглядами, с открытым сердцем, желающие помочь России восстановиться после вот этого имперского очень разрушительного состояния. Вы делаете очень полезную работу, и по-моему недооцениваете ее, это я вас критикую. Какие перспективы у канала, давайте рекламу небольшую сделаем каналу, какие перспективы, какие интересные проекты канал разрабатывает? Канал заметен, на канал ориентируются, переспрашивают, уточняют, это очень важнейшая, очень важная медийная функция, когда, как бы это было при советской власти, газете верили, добиться сейчас вот такого диалога с аудиторией, это действительно очень хороший результат. Оппозиция, не только канал «Ходорковский лайф», но и яркие, блестящие представители, сейчас вышли на новый виток, и с января будет запущен спутник, его в космос запускает Франция, и репортеры без границ, и начнется бесплатное, круглосуточное вещание всех нас, потихонечку, на Россию, с тем, чтобы со временем начать добиваться уже сигналом до территории за Уралом. И этот спутник, единственное, что с ним можно будет сделать, это сбить. То есть остановить не получится, унять не получится, замолчать не получится. Это как раз вот из тех результатов, которые не столь очевидны, но очень весомы. И так потихонечку, полигонечку, единожды начав и не опуская рук, есть шанс стать более влиятельными, более востребованными и более помогающими тем, кто остался. Но это очень серьезная работа, очень долгая. И здесь как раз один из примеров, когда есть возможность оказаться где-то вместе. Оппозиция всегда, как это принято в России, чуть-чуть недолюбливает родственников и чуть-чуть избегает объятий. Здесь получается, ну, спутник тому, пример, все вместе в одной семье. Это уже хорошо. Чем больше таких примеров, чем больше таких достижений, тем серьезнее будет осведомленность людей внутри страны о том, что же происходит на самом деле. Главное, чтобы у них было желание это знать. Огромное количество людей даже не имеют такой привычки. Спасибо большое, Сергей. Мы исчерпали наши 45 минут. Спасибо за интересный разговор. Если вы позволите, мы его продолжим. Спасибо вам. Очень признателен за приглашение. Видите, у нас с вами по очень многим вопросам разные совершенно позиции, что нам не мешает с интересом общаться. Буду рад, если позовете. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо вам.